Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Муж обиделся, что не отпускает праздного день рождения тренера по фитнесу, так как они пьяны и ведут себя безобразно. Такой вопрос у нас. Значит, смотрите. Первое, на что нужно обратить внимание, это на то, какую цель вы преследуете не отпускать своего мужа. Это первое. Важно увидеть, что очевидно на вас как-то влияет то, что человек, грубо говоря, безобразно себя ведет. То есть у вас это вызывает страх, у вас это вызывает какой-то негатив, у вас это вызывает какие-то неприятные эмоции. И, соответственно, очень важно увидеть, какую свою собственную цель вы в этом представляете. Ну, запрещая что-либо мужу и так далее, не отпуская его. Очень важно, чтобы вы это, значит, увидели. И постарались бы разграничить этот момент. Вот. Разграничить его. От, собственно, от, собственно, него. Дальше. Как вам сказал мой коллега Кудрыщев Игорь Владимирович, вы находитесь в родительской позиции. Запрещаю человеку что-либо делать. Вот. Помимо того, что родительская позиция, в принципе, достаточно губительно влияет на отношения между мужчиной и женщиной, помимо этого момента. Важно еще, на мой взгляд, сказать и то, что как вы можете куда-либо человека не отпустить. Дело в том, что вы можете донести до человека, что вам что-то неприятно, вам что-то не нравится. Вы можете обращаться со своими чувствами, вы можете обращаться со своими предпочтениями, со своими ценностями, с позиции личной ответственности. То есть лично продвигать свою позицию, лично защищать свою позицию, но вы не можете навязывать ее другому человеку. Вот. То, что вы делаете, это попытка через другого человека достичь, ну, того, что хочется вам. Обрести спокойствие, например, если мы говорим о страхе. Реализовать свои ценности, например, если мы говорим об убеждении в том, что человек не должен быть и так далее. Вообще, давайте попробуем сначала разобраться, как влияет то, что муж ведет себя безобразно пьяным на вас. Конкретно. Безусловно, вам может показаться совершенно очевидным ответ на этот вопрос. Но важно это конкретизировать. И вам увидеть, что здесь вы зависите от своего мужа. То есть ваше состояние зависит от него. Иными словами, если мой муж выпивает, ну или безобразно себя ведет, то это влияет на меня. Как-то влияет на меня. Каким-то образом влияет на меня. Понимаете, да? Вот как на вас это влияет? Как именно, как конкретно? Нужно выяснять. Но то, что на вас это влияет, это... Я думаю, ну я думаю, это факт, и с этим вы спорить не будете. По крайней мере, я на это надеюсь. И, соответственно, важно увидеть, что вы находитесь в зависимости от своего мужа. Что не делает счастливой ни вас, ни его. По большому счету. Совершенно точно. Не делает этот счастливой вас, ну и его тоже равно. Дальше. Только муж обиделся. Какую вызывает реакция у вас? Понятно, что реакция, скорее всего, негативная. Это понятно. Но. Какая? Ну, вот конкретно, какая реакция? Это вина. Это страх. Это стыд. Так или иначе, ему обида оказывает на вас какое-то воздействие. Если вы, ну, к примеру, чувствуете вину. Ну, если, к примеру, вы ощущаете вину, то вина – это результат нарушения личных границ. Ваших личных границ. То, что вы чувствуете вину, означает, что ваши личные границы были нарушены. То есть где-то вы взяли на себя ответственность за своего мужа там, где брать её не стоило. Где не нужно было брать. Но вы взяли и в итоге получилось, мягко говоря, плохо. И вот это нужно увидеть. Где, в каком месте нарушаются ваши личные границы. Обида мужа – детская реакция. Ну, потому что он ведёт себя как родитель, он ведёт себя как ребёнок. И, соответственно, может позволить себе обидеться. Вот. Хочется отметить, что ваши отношения не являются равноправными. Они являются неравноправными. Возможно, они являются даже деструктивными. Вот. Если, к примеру, вашему мужу, да, не очень нравится, допустим, ну, допустим, то, как, вот, ну, вытравит ваши отношения с ним. Вот. Поэтому, крайне важно это всё увидеть. Крайне важно это всё заметить. И крайне важно с этим работать, корректируя данный аспект. Поэтому я хочу вас спросить. Вы знаете, таким образом, что муж обиделся на вас. Что вы собираетесь с этим делать? Ведь, по сути, вы не задали вопрос. А очень важно, чтобы вы поставили задачу перед нами. Да, перед психологом. Какую же, какую же, какую же задачу вы ставите перед нами? Вот. Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Для начала это было бы неплохо. Ну, и, конечно, было бы неплохо, если бы вы, вот, как-то немножко, может быть, проанализировали, допустим, то, что сказал вам я, то, что сказал вам мой коллега Кудрячев, Игоря Недович, и другие эксперты. И решили бы для себя, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Как вы хотели бы двигаться? Хотели бы вы двигаться к гармонизации ваших отношений? Или, наоборот, к отдалению и отстранению? Это очень важно. На этом все. Буду благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Спасибо. Спасибо.